Девушки отдыхают Я у него спросила, что вы сделали с моей собакой. Он сказал, что он ее не видел. Гроссмейстер Широв собственной персоной. Каков призовой фонд шахматного фестиваля на Алтае? О событиях среды вам расскажут наши корреспонденты. Я Елена Кузовкина. Здравствуйте. Причина взрыва в барнаульской многоэтажке, который, напомним, произошел 7 июля, вероятнее всего поджог. За неделю следователи успели проанализировать несколько версий происшествия и отмести основную – взрыв бытового газа. Чтобы дать окончательное заключение, ему еще понадобится время. У владелицы пострадавшей квартиры его нет. В сентябре ее дети пойдут в ближайшую школу. Значит, к этому сроку нужно закончить ремонт разрушенного жилища. Подробности у Маруси Загорска. Несколько недель назад Алла Баева начала делать в квартире косметический ремонт. Хотела порадовать сыновей обновленной детской. Красивые обои дети так и не увидели. 8 июля в их жилище прогремел взрыв. Я звонила позавчера в МЧС. Мне сказали, что нашли полторашку с бензином. Вот. Единственное, что сейчас идет экспертиза, они не могут понять, от чего вообще произошел такой взрыв. Ну, потому что взрыв как бы видно, что явно, что нас вынесло стены к соседям. Окна на 15 метров разлетелись, вылетела входная дверь. Пока следствие разбирается, откуда в жилом помещении появилась бутылка с горючим, и могла ли она спровоцировать такой мощный взрыв, Алла взялась за восстановительные работы. Надеется успеть к новому учебному году. Переезжать даже на время к родственникам за город женщина не хочет из-за детей. Говорит, сыновья привязаны к своим школе и детскому саду. Сейчас Алла Баева делает оценку ущерба, но и без экспертов ясно. На ремонт квартиры, выгоревшей практически полностью, ей потребуется не меньше 300 тысяч. Таких денег у матери-одиночки нет. Нужны были бы, может быть, какие-то волонтеры, помощники, чтобы вот это все отодрать, снять. Да, нужны отделочные материалы, штукатурка, шпаклевка. На все это тоже, конечно, надо деньги. Но мы уже этого не просим. Если что-то, кто-то может помочь хотя бы стройматериалами. Мешок шпаклевки кто-то принесет. То есть мы будем вообще всему рады. Если вы готовы предложить Алле Баевой помощь, звоните в нашу редакцию. Маруся Загорская, Николай Шилко, информационный канал «Город». Дерево преткновения. Старый клён перегородил движение автотранспорта по улице Транзитной. Растение сломало ветром во время воскресного урагана. И третий день оно лежит на проезжей части. По этим кадрам видно, что пройти под деревом, которое стало жертвой стихии, можно только согнувшись. На свой страх и риск местные жители продолжают ходить по улице Транзитной. По отрезку от проезда Горьковского до Братского. А вот водители пасуют, сворачиваясь на еженой дороге. Своей кроной дерево навалилось на провода. Она вот стоит, стоит, сучки, подломится у какого-нибудь ребёнка или кого-ли. Это же надо. Вчера ждали. Целый день прождали. Вот так и. Да никому не надо. Жители Транзитной говорят, что неоднократно обращались в диспетчерскую индустриального района. Однако внятного ответа, кто должен убирать клен с дороги и когда это будет сделано, они так и не получили. Прокомментировать ситуацию нам согласились в штабе ГОИЧС индустриального района. Начальник Владимир Стариков сообщил, что спасатели в курсе ситуации и готовы к её ликвидации. Оперативно убрать дерево не позволили бесхозные сети, на которые упал клен. Закончить уборку дерева с улицы Транзитной спасатели планируют уже сегодня. Алексей Янкин, Александр Антропов, информационный канал «Город». Очередной случай жестокого обращения с животными произошёл в краевой столице. В пригороде была жестоко изувечена собака – мирная такса. Пёс не пережил полученных травм и умер через несколько часов. Хозяева пса обвиняют своего соседа. Правоохранительные органы ведут разбирательство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Илья Кочетков побывал на месте трагедии и побеседовал с очевидцами. Светлана Игоренкова не может сдержать слёз. Погибла не просто собака, а настоящий член семьи. Матвей, Мотя – ласковый, абсолютно не злобный пёс породы такса. Он был и любимцем жителей всех окрестных домов. Но оказалось, нравилось это милое животное не всем. Вечером 10 июля пёс вырвался и побежал в сторону соседних участков. Хозяйка сразу найти его не смогла. Вскоре раздался собачий лай. А потом… Услышала страшный душераздирающий крик собаки. Сердце сразу скубануло. Я сразу поняла, что это он. И когда дошла до тех проезда, человек, который это сделал, он заходил на свой участок через калитку. Я у него спросила, что вы сделали с моей собакой. Он сказал, что он её не видел. Человек, о котором говорит Светлана, сосед Николай. С ним, по её словам, давно напряжённые отношения. Он не раз предъявлял претензии. Дескать, Матвей таскает его кур. Светлана, чтобы не ссориться, отдавала за них деньги. А в тот вечер она, раздвинув вот эти кусты, увидела страшное. Там лежала моя собака с воткнутыми вилами в неё. И вилы были прислонены к сетке рабицы. Я попросила Людмилу Ивановну принести что-то, чтобы можно было взять собаку. И сама выдёргивала вилы из него. Он молчал, только в глаза смотрел. Судя по всему, Матвей сначала угодил в капкан. Где именно была установлена ловушка, сказать пока сложно. Пёс явно пытался уползти, но не успел. Людмила Ивановна, соседка Светланы, видела, что произошло дальше. Когда я посмотрела, то увидела соседа. Он стоял даже не на своей территории, а на чужой территории. И делал какие-то такие странные движения, как будто что-то копал. Странные такие были движения. Ветеринары потом скажут, странно, что собака после этого прожила ещё целых 19 часов. Её готовы были прооперировать в Новосибирске. Деньги, почти 40 тысяч, собрали по знакомым. Но, увы, пёс умер на полпути. Мы решили поговорить с самим соседом Николаем. И он подтвердил, что ставил капкан. И вилами тоже он. Охотно показывает, вот здесь такса рыла подкопы и таскала его кур. А хозяева таксы ничего не предпринимали. И он поставил капкан на своём участке. А через несколько дней пёс попался. Вам не жалко собаку? А вам не жалко моих курей? Тех-четырёх уташил у меня. Ну не жалко? Я покупаю подростковый цыплёнок. Он стоит 300 рублей. Когда пёс, по словам Николая, таскал его кур, он решил не заявлять в полицию. Дескать, мелочь. А вот хозяева погибшего Матвея обратились в органы. По словам пресс-службы Главного управления МВД России по Алтайскому краю, в настоящее время ведётся проверка. И по её результатам будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела. Виновнику может грозить как крупный штраф, так и ограничение свободы. Илья Кощетков, Павел Лаурин, информационный канал «Город». Уже через полмесяца барнаульцы получат квитанции с новыми тарифами на жилищно-коммунальные услуги. С 1 июля стоимость их возросла. По становлениям края рост не может превышать 5,9%. Напомним, год назад размер оплаты увеличился более чем на 9%. В администрации города озвучили цену вопроса. Сумма оплаты за коммуналку в стандартной квартире Бурнаула составит 4 380 рублей. Прежде было 4 193 рубля. Тариф на холодную воду у основного поставщика водоканала увеличится на 4,5%. Примерно настолько же на водоотведение. Электроэнергия в среднем подорожает на 4%. Киловатт для барнаульцев, чьи дома, оснащенные электроплитами, обойдется в 2 рубля 50 копеек. Подорожают также природный изжиженный газ, обслуживание лифтов. Но основная сумма в квитанции придется на отопление и горячее водоснабжение. Для основного поставщика барнаульской теплосетевой компании тариф увеличится на 4,4% и 5,8% соответственно. Для некоторых организаций установлены тарифы с превышением краевых индексов. Так, например, для муниципального предприятия «Энергетик» тарифы повысились на 23,9% по тепловой энергии и по горячей воде 21,7%. Как мы видим, рост значительный. Что касается денежного выражения, то увеличение платы за коммуналку для стандартной семьи, которая проживает в контуре обслуживания МУП «Энергетик», составит 843 рубля в месяц. Напомним, что всем этим жителям положена компенсация, с учетом которой повышение не должно превысить 200 рублей в месяц. По словам городоначальника Игоря Савинцева, сейчас как никогда важно проводить активную информационную работу среди горожан. За этим всем стоят люди, которыми мы завтра должны объяснять, по какой причине у него пришла экспедиция совершенно с другой цифрой. И каким образом сегодня муниципалитет будет решать вопрос этого увеличения. Лариса Куренкова, Павел Лауренен, информационный канал «Город». Тему мы продолжим с гостем нашей студии Татьяны Николаевны Мерзликиной, председателем Комитета по социальной поддержке населения города Барнаула. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте еще раз напомним, кому и за что полагается компенсация. Данная денежная компенсация у нас полагается гражданам, которые получают услуги отопления, горячего водоснабжения, от тех организаций, у которых тариф превышает предельный размер, установленный на территории города Барнаула. На сегодняшний день, то есть с 1 июля, у нас предельный тариф составляет 1 274 рубля 78 копеек. Я приведу конкретный пример. Для организации, такой теплоснабжающей организации, как МОП «Энергетик», установлен тариф в размере 2439 рублей 13 копеек. Соответственно, вот эта разница между тарифом, который утвержден для организации, и предельным размером, а именно для МОП «Энергетик» разница в тарифе составляет 1 164 рубля 35 копеек, то есть вот эта разница, она и выплачивается гражданину денежной компенсации. А положена ли человеку компенсация, если у него есть долги за услуги ЖКХ? Да, данная денежная компенсация полагается в любом случае, как только человек начинает оплачивать. Даже если у него есть долг за предыдущие месяцы, но, допустим, также, для примера, с июля месяца он начинает платить, соответственно, компенсация точно так же ему будет начисляться ежемесячно. Даже если он будет оплачивать позже, чем до 10 числа, мы все знаем, что у нас вся оплата за коммунальные услуги вносится до 10 числа каждого месяца, если он будет платить позже, то, соответственно, компенсация будет начисляться в любом случае, но получать он ее будет точно так же месяцем позже. А сколько человек уже оформили компенсацию и сколько, собственно, продолжают переплачивать за услуги? На сегодняшний день у нас порядка 25 тысяч человек, это те, кого мы ждем и кто должен прийти за данной денежной компенсацией, но из них пришли порядка 16 тысяч человек, то есть это 65%. Остальные наши граждане на сегодняшний день переплачивают. Но помимо МОП Энергетик, который я привела для примера, у нас есть еще ряд других организаций, у которых также тариф превышает предельный размер. Эта сумма, конечно, меньше, нежели, по МОП Энергетик на сегодняшний день, это самая крупная денежная компенсация по данной организации. В любом случае, это порядка семи организаций, и не все граждане на сегодняшний день ее оформили. А почему затраты напрямую не компенсируются предприятию? В данном случае денежная компенсация у нас рассматривается и выплачивается как материальная поддержка, как социальная поддержка гражданину, и, соответственно, она оказывается адресной. То есть носит заявительный характер. Для того, чтобы ее получить, человек должен прийти в Комитет по социальной поддержке населения, написать заявление, и, соответственно, дальше он будет ее получать. Где компенсацию еще можно оформить, кроме как Комитета по социальной поддержке? И необходимо ли мне приходить повторно, если я когда-либо ее уже подавала, документы? Компенсация у нас оформляется, как я уже сказала, в Комитете по социальной поддержке населения города Барнаула. Напоминаю, адрес Никитина 59А, телефон для справок 291065, либо в многофункциональном центре. Если вы уже приходили в Комитет, либо в многофункциональный центр, написали заявление на получение данной денежной компенсации, второй раз приходить не нужно. Достаточно одного раза. Спасибо вам за встречу. Я напоминаю, что сегодня гость нашей студии Татьяна Мерзликина, председатель Комитета по социальной поддержке населения города Барнаула. Многие российские вузы, возможно, не будут готовить аспирантов и магистрантов. Об этом на внеочередном съезде ректоров страны заявил министр образования Дмитрий Ливанов. По словам руководителя министерства, большинство студентов по окончании вуза смогут получить лишь диплом бакалавра. Мнение одного из ректоров алтайских вузов в обзоре Ольги Калачевой. Такие перемены должны коснуться прежде всего технических специальностей, считает министр. Поэтому бакалавров технарей планируют готовить в региональных вузах и филиалах по соседству с промышленными предприятиями. А магистров и аспирантов следует воспитывать там, где есть необходимая научная база. Руководители алтайских вузов, понятно, с Ливановым не спорят. Но тем не менее надеются, что решение не окончательное. Алтайская педакадемия в этом году, к примеру, получила больше ста бюджетных мест в магистратуру и четыре в аспирантуру. Казалось, цифры небольшие, но год назад они были еще меньше, говорит ректор вуза. Поэтому надежда остаться с магистратурой и аспирантурой теплится. В этом году мы набираем работающих коллег, то есть это тренеры, это специалисты в области туризма, это историки. Магистрская программа ориентирована на подготовку этих специалистов и присвоение к квалификации магистра педобразования. А теперь к вузовским делам местного значения. Завтра ректор технического университета лично планирует принимать документы от абитуриентов. Александр Ситников обещает несколько часов провести в приемной комиссии, пообщаться с поступающими, а также их родителями. В этом году политех получил больше двух тысяч бюджетных мест, а заявлений уже поступило в два раза больше. Прием документов на очное отделение продлится до 25 июля, на заочное до 20 августа. Начало работы приемной комиссии в 9 часов. У Краевого центра медико-психологической и социальной помощи беременным появилась интернет-приемная. Вернее, она работала и раньше, но только для жителей края. Теперь услугами специалистов могут воспользоваться будущие мамочки Барнаула. Регистрация для этого не требуется. В интернет-приемной вы можете получить весь перечень услуг, которые оказывают в центре. Это социальная поддержка, правовое содействие и психологическая помощь. За два года работы центра услугами воспользовались уже порядка 70 тысяч женщин. Сайт работает, как любой сайт сети интернет. Он доступен постоянно. Но просто вы должны понимать, что специалист приходит на работу с 8 утра до 5 вечера с понедельника по пятницу. И ответ на свой вопрос стоит ожидать именно в это время. Ольга Калачева, Александр Антропов, информационный канал, город. За что барнаульцы любят свой город? Ответ на этот вопрос будет заложен в сценарий празднования 284-й годовщины Барнаула. Напомним, основные торжества пройдут 30 августа. В мэрии рассказали о том, какие мероприятия ожидают жители и гостей краевой столицы. Председатель комитета по культуре предложил слоган праздника «Люблю тебя, мой Барнаул». Все площадки, за исключением основной, вновь будут сформированы по предложениям горожан, общественных объединений и предприятий. Например, в этом году выставка ретро-авто, возможно, будет размещена на территории автовокзала. А барнаульская молодежь предложила провести соревнования «220 вверх» за бег по лестнице Нагорного парка. Эти предложения сейчас рассматриваются. Востребованными оказались спортивные площадки на площади советов, где снова пройдут состязания по керлингу, велотриалу, паркуру и так далее. Все традиционные мероприятия также запланированы, включая город мастеров, выставки цветов, фестиваль национальных культур, награждение достойных жителей города, выступления авиаспорт-клуба. Ну и финальным аккордом Дня города станет праздничный фейерверк на площади Сахарова, который состоится в 22.00. В этот день во всех районах откроются выставки цветов на традиционных площадках, состоятся большие праздничные программы и фейерверки. Вместе со всеми службами, подразделениями решают вопросы безопасности перекрытия улиц, о чем будет сообщено дополнительно. Также готовится постановление о том, чтобы рекомендовать предприятиям торговли вновь ограничить продажу алкоголя в день города. Театр танца Иван Дамарья привез на родину Гран-при Международного фестиваля. Победе безумно рады, но почему-то с волнением ждут начала учебного года. Что омрачает настроение в столь позитивном коллективе, расскажем в обзоре событий культуры. Встретили летний Новый год на берегу Адриатического моря. Артисты театра танца Иван Дамарья вернулись с международного конкурса фестиваля «Розовая ночь», который проходил в Италии по инициативе правительства двух курортных городов. Почему организаторы праздника выбрали розовый цвет? По их мнению, это цвет гостеприимства, добрых встреч и теплых воспоминаний. Наши ребята получили массу впечатлений, только прилетели в Италию почти сразу на сцену. Но им к такому режиму не привыкать, тем более, когда фортуна улыбается. Когда мы вышли танцевать, публика просто уже вскакивала с места. Потому что усидеть, когда танцуют наши дети, просто невозможно. Но жюри так открыло глазки. И на первом номере нам родители, у нас же есть много родителей, и они все так заглядывали им, где они писали все эти оценочки, и говорят, да, были девяточки, были девяточки, дети, надо подтянуться. Ну и последние два номера были одни десятки. На родину вернулись с Гран-при итальянского фестиваля. Из сотни возможных баллов заработали 96. Впереди международная смена, творческий сезон в лагере дружных и подготовка ко дню рождения краевой столицы. Настроение позитивное, но оказывается у коллектива есть повод для грусти. Дело в том, что в прошлом году здание, в котором Иван Дамария занимается, признали аварийным. Под личной подписью руководства и родителей дети продолжали посещать занятия. Как быть и что делать через полтора месяца 1 сентября. Здесь надеются, что их услышат, ведь в гостях хорошо, а дома все-таки лучше. Где мы будем готовить праздник города? Ну, нам бы хотелось в нашем красивом, светлом классе. Ну, вот думаем, нам не оставят администрации, выделить нам хоть немножечко денег, чтобы укрепить балки в подвале. Сегодня 16 июля. Немного о тех, кто в этот день родился. Например, в 68-м в Москве появился на свет босоногий мальчик Леонид Агутин. Он стал популярным почти сразу после выхода дебютного альбома. И сегодня Агутин один из самых востребованных исполнителей на российской поп-сцене. 16 июля родился еще один любимчик публики Григорий Лепс. Его особый рычащий тембр голоса нравится многим, а гастрольный график певца расписан на много месяцев вперед. Елена Кузовкина, информационный канал «Город». О спорте Евгений Кунц стал серебряным призером молодежного первенства России по легкой атлетике в Саранске. В финальном забеге на дистанции 5000 метров воспитанник тренера Сергея Мануйлова всего 2 секунды уступил победителю из Приморского края. Кроме того, в сегодняшнем спортивном обзоре мотокросс, шахматы, футбол и биатлон даже. Гроссмейстер Алексей Широв едет в Барнаул. Латвийский шахматист примет участие в Рапид Гран-при России Кубке губернатора Алтайского края. Барнаул на три дня станет шахматным центром страны. С 18 по 20 июля в Молодежном театре имени Золотухина пройдет это событие. Уже в третий раз принимаем. Фестиваль является символом того, что шахматы доступны каждому. И это не только спортивное, но и культурное явление в России. Именно поэтому в качестве игровой площадки выбрали ведущую театральную сцену Алтая. В 2011 победу одержал знаменитый московский гроссмейстер Алексей Дреев. В 2012 один из ведущих гроссмейстеров Сибири Павел Смирнов из Междуреченска. Призовой фонд на этот раз 450 тысяч рублей. Рубцовск славится мотокроссами. Международный кубок Сибири-Азии собрал около 120 участников из России и Казахстана. Из представителей Алтайского края единственную победу в личном зачете одержал бейчанин Николай Черышев среди ветеранов. В командных соревнованиях победила сборная Рубцовска, обошедшая соперников из Казахстана и Прокопьевска. Отлично выступили бийские гонщики. У них шесть медалей. В то время как у барнаульских мотоциклистов только серебро и бронза Дмитрия Соболева и Бориса Жданова. На турнире дворовых команд «Кожаный мяч» барнаульские футболисты коллектива «Новосиликатный» и тренера Нукзара Самедова сразились с бурятским «Металлургом». Победа 3-1. Матч понедельника против сверстников из Омской области закончился со счетом 1-1. В четверг и в пятницу «Новосиликатный» встретится с ребятами из Юргии и Красноярска. А финал сибирского турнира «Кожаный мяч» в субботу в 12 часов. На этом вот поле футбольной школы Алексея Смертина. И чемпионат края по биатлону на лыжероллерах, разумеется, среди ветеранов, стал последней подготовкой к чемпионату страны. Он через выходные. Состязались в формате индивидуальной гонки с четырьмя огневыми рубежами. В самой молодой возрастной группе шла отчаянная борьба за первое место. Тобийчанин Александр Сапунов, допустивший два промаха, на протяжении всей гонки пытался сократить отставание от чисто стрелявшего барнаульца Александра Михалева, но все же уступил ему одну секунду на финише. В других группах победили также барнаульские биатлонисты Вячеслав Сергеев и Александр Костюченко. Юрий Борлис, информационный канал «Город». И о погоде. В четверг в Барнауле облачь, над днем возможны дождь и гроза, ночь от 10 до 12, днем от 19 до 21 выше ноля. Это все на сегодня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова